Но и Москва не выстояла бы без своих защитников. Одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной. 203 дня и ночи советские бойцы защищали подступы к столице. Именно здесь фашистская Германия потерпела свое первое серьезное поражение. В московской битве посвящен 10-й юбилейный этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Что такое 10-й этап «Салют Победы»? Это город-герой Москва. Вот мы с вами должны изучить, что же было в Москве в период Великой Отечественной войны. Какие были герои, как они защищали сердце нашей страны. Город Москва. За речи первым приняла эстафету. Подготовились к ней со всей ответственностью. Участница концерта София признается, благодаря таким акциям легче изучать историю не только страны, но и семьи. Поэтому для нее большая честь стать ее участницей и выйти на сцену. Моя прабабушка пока была с детьми, а мой прадедушка, он писал письма, и он далеко дошел, почти до Берлина. Он умер где-то на границе Берлина. Концерт – это финальная, завершающая часть. До него были встречи, классные часы и выставки. Основной упор мы сделали прежде всего на школьниках, на школьном и дошкольном образовании. Потому что сейчас у нас именно через школьную парту, через школьный учебник проходит линия фронта. Мы должны все силы бросить сейчас на то, чтобы возродить, возобновить именно то военно-патриотическое воспитание, которое было всегда. Две недели символы эстафеты бережно хранились в Заречье. Пришел черед передавать их в Горское. Принимаем символы от территориального управления Заречье. Сегодня это медаль за оборону Москвы, шапка-ушанка. Как известно, оборона Москвы у нас длилась 7 месяцев, часть из которых пришлась на холодное время. Шапка-ушанка в свое время спасла множество жизней наших бойцов. И, конечно, бессменную копию знамени Победы тоже передали в Горское. Старт военно-патриотической эстафете в теруправление дан. Лада Дудко, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.